Девушки отдыхают 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первые минуты второй половины встречи снова активнее провела команда из Чебоксар. Передышка явно пошла гостям на пользу, и какое-то время крылья снова больше были заняты отбором мяча, нежели конструктивными действиями. Однако перевес хозяев физической готовности был виден невооруженным взглядом, и вскоре игра вернулась в привычное русло. Атаки крыльев накатывались волнами на ворота Динамо. Оборона гостей старалась сохранять хладнокровие, но не стеснялась при необходимости играть на отбой. Сейчас у молодых самарских игроков уже совершенно иной статус. Турнир КФК – это соревнование любителей, но футболисты ЦПФ на сегодня – кандидаты в молодежную команду крыльев, которая будет выступать в турнире резервистов. Попасть в дубль для каждого из этих ребят – значит не только подписать первый профессиональный контракт, но и сделать большой шаг вверх по карьерной лестнице. В селекционном сборе под руководством Франка Веркаутерна приняли участие 12 футболистов из ЦПФ. Однако вердикт тренерского штаба они еще не знают. Трудно сказать, отвлекали ли посторонние мысли игроков от подготовки к конкретному матчу, но по крайней мере по самоотдаче претензий к своим футболистам у Василия Мазура не было. Самарцы сражались до конца, пытаясь склонить чашу весов в свою пользу или забить хотя бы гол престижа. Старания всегда дают результат, но не всегда это происходит быстро. В отчетном поединке все усилия крыльев разбились об оборону соперника. Не помог и Полиенко, Максиму явно не хватало взаимопонимания с партнерами. 0-2, динамовцы поднимаются на четвертую строчку в таблице, крылья же остаются на шестом месте. Для борьбы за лидерство в КФК молодежи пока не хватает опыта, однако сражаться на равных со взрослыми командами самарским юниорам уже под силу. Пока крылья находятся на сборах, мы попытались пробраться в святая святых самарской команды. Туда, куда еще ни разу не ступала нога журналистов. Мы просили, умоляли, требовали, давали взятки. И сегодня покажем вам кухню самарского футбола. Кухню в прямом смысле этого слова. В гостях у футбольного региона шеф-повар крыльев советов Светлана Дорина. Светлана, добрый день. Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо за оказанную честь. Я знаю, что на кухню крайне неохотно пускают посторонних, тем более на такую кухню, как у вас. Это все-таки пищеблок профессиональной спортивной команды. Так что очень приятно, что такое доверие было оказано. Ну и, конечно, очень интересно, как все у вас происходит. Расскажите, что такое вообще кухня профессиональной спортивной команды? Чем она так, может быть, отличается от какого-то другого пищеблока? И что здесь самое главное? Самое главное – это здоровое питание. У нас процесс происходит по принципу шведского стола. То есть футболист приходит в столовую и подходит, выбирает то, что ему хочется. Миню у нас составляется, естественно, с доктором, с разрешением его и с установкой тренера. Допустим, на завтрак – это кисломолочные продукты, йогурты в ассортименте, каши молочные. Обязательно у нас геркулесовый на воде. Дальше на обед два вида супа. Сейчас в летний период один холодный суп. Это обязательно курица, рыба. В основном рыба, курица, говядина. Свинину мы готовим, но в очень маленьких процентах. Рис обязательно. Спагетти из твердых сортов. Готовим сами соус со свежими томатами, с добавлением базилика. Самое главное – это нежирная пища. В основном это углеводы, белки. Больше фруктов, овощей. Тренеры в команде меняются часто. Есть ли у каждого тренера какие-то, может быть, свои запросы и по кухне в том числе? Приходится подстраиваться? Ну, в основном особо не приходится подстраиваться. Ну, конечно, есть какие-то свои, как сказать, можно сказать, своя изюминка какая-то. Исключить майонез. Например, Франк убрал майонез. Ну, вот в команде у каждого тренера свой взгляд, да? Кто-то говорит, что должно быть 18-20 футболистов, кому-то и 24 в обоиме недостаточно. А сколько у тебя в команде игроков, скажем так, да, сколько нужно сотрудников, чтобы накормить весь наш большой коллектив? У нас два повара, один помощник повара, кухонные работники. То есть, в общем, у нас пять человек, команда из пяти человек. Я шеф-повар. То есть, как бы, вот так справляемся. Как вообще начинается работать? Во сколько нужно начать готовить, чтобы команда уже пришла на завтрак, на обед, на ужин вовремя? Это же иногда не одна команда, это еще и молодежку надо накормить. Конечно, сейчас у нас сложно это, то есть, как бы, молодежка стала питаться. Естественно, девочкам-поварам стало сложнее немного. Приходят на работу к семье в утро, уходят, так как все зависит от тренировок. Во сколько тренировка вечерняя? Могут уйти и в восемь, могут уйти и в десять. Если игровой день, естественно, если игра поздняя, то уходят и в двенадцать ночи. В семи до двенадцать. Были на кухне, очень много всего видели интересного. Все-таки для того, чтобы готовить на целую команду, нужны специальные какие-то машины, специальные агрегаты. Здесь обычной кухней не обойтись. Расскажи, как этот процесс происходит непосредственно по цепочке, что используете, то, что никогда мы не найдем на обычной кухне. Есть такая наша любимая самая машина – это параконвектомат. Он самый палочковый ручалочек, скажем так. Там можно готовить все, что именно требуют тренеры, доктора наши. Это на пару. Мы запекаем еще и, например, говядину в фольге. Это все нужно делать и с обжаркой, и на пару. Так что очень удобно. Конечно, это нас очень выручает. Должны соблюдаться правила хранения табарное соседство. То есть это молочные продукты с молочными. Естественно, у нас несколько цехов. Есть холодный цех, ну, как и на многих предприятиях, скажем так. Холодный цех, мясной цех. В мясном цеху, например, мы говядину, ну, не только говядину, а вообще мясо закупаем специальных с поставщиков, охлажденное, все свежее. То есть это привозится в мясной цех. Ни в коем случае это не должно соприкасаться с холодным цехом. То есть вот в этом у нас холодильники в холодном цеху стоят и в мясном. И все, то есть должно быть товарное соседство. Вот, например, в холодном цеху молочные продукты, то есть в одном холодильнике, и в этом же холодном цеху есть и овощные холодильники, где тоже овощи хранятся. Видели на стенах технологические карты везде висят, на каждое блюдо. Действительно, вот так все строго нужно соблюдать. И как часто вообще эти карты разрабатываются, обновляете ли что-нибудь? Скажем так, что не каждый день, но почти каждую неделю. То есть нам, конечно, хочется создать для ребят домашнюю атмосферу, то есть по домашним приготовить им. Иногда что-то кто-то просит, что-то девчонки приготовьте, что-то там хочется им. Конечно, мы понимаем, что они здесь находятся очень много времени, поэтому технологические карты составляются почти каждую неделю. Что-то новенькое, то есть ассортимент у нас немаленький. Конечно, все это соблюдается, все технологические карты. Огромное количество футболистов из самых разных стран. Играли, закрыли совет в разное время, да? Наверняка у каждого есть свой вкус. Вот есть какой-то, может быть, на твоей памяти футболист, который самым большим был гурманом, что-то такое особенное. С кем было, может быть, сложнее всего, кому угодить? Вообще у нас нет капризных, но кто пробует нашу русскую кухню и нашу пищу, которую мы готовим на нашей кухне русскую, то особо они больше ничего не просят. И сейчас тренеры бельгийцы, им очень нравятся наши первые супы, то есть первые наши блюда. Отличается лечебность меню в недельном цикле в зависимости от того, какой день, непосредственно перед игрой или нет? Конечно, отличается. Есть каждодневное меню, есть и предыгровое-игровое меню. Предыгровое-игровое меню в основном больше должно быть и углеводов, и белков, свежевыжатые соки, в игровой день красная икра. И в игровой день, предыгровой-игровой день куриное филе обязательно, белая рыба, фруктов много. Это в основном бананы, яблоки. То есть такого, что футболист в предыгровой день, например, пропустит обед или ужин, в какое-то другое место, такого вообще не допускается? Нет, они обязательно, вот что самое главное, конечно, у них карантин, можно так сказать, что с ужина в основном обязательно, они все присутствуют на ужине, на завтраке, обед – это обязательно. Как люди, которые тоже периодически посещают ваше столовое, знаем, что один из коронных рецептов ваших – это как раз крылья. Учитывая, что у нас клуб особенный, крылья советов, а можно для всех болельщиков озвучить, ну, хотя бы один рецепт – коронные крылья от столовой футбольного клуба «Крылья советов». Ну, вообще, это секрет, конечно, но я могу сказать. Добавляем горчицу. Не, не скажу, сколько, а чего. Ну, да пусть догадаются сами. Горчицу, сок лимона, соевый соус, чуть-чуть мёда, можно добавить кетчуп, татарский только. То есть это всё замариновать. Специи можно чуть-чуть столько замариновать, и где-то часа два постоит, и можно жарить. В пара конвектомати. Наши футболисты немного иногда себя балуют. Мы им готовим десерты. Это, бывает, блинчики, бисквит с клубничным сиропом, слойки с яблоком. А кто главный сластёный? Кто главный сластёный? Франк. Конечно, всем нравится выпечка, потому что это как-то по-домашнему. Совсем скоро у вас наступают горячие деньки. Сейчас команда на сборах, но вот-вот ребята вернутся, и нужно будет снова всех кормить так, чтобы были силы у футболистов громить соперников на футбольных полях. Так что вам в этих вопросах желаем успехов, чтобы вы радовали футболистов и помогали команде добиваться хороших результатов. Спасибо. Тем временем «Крылья» уже успели сыграть два матча на сборе в Голландии. Сначала самарцы со счётом 4-1 переиграли немецкую команду «Фортуна», а затем разошлись миром с бельгийским клубом «Шарлеруа». Оставшуюся часть сбора самарцы проведут в Бельгии, где сыграют с командами «Генг» и «Генг». На этом я, Дмитрий Петров, прощаюсь с вами ровно на неделю. До встречи в программе «Футбольный регион» на телеканале «Гуверния» и официальном сайте Крыльевых Советов. Пока.